Надо быть не правдоискателем, а правдоустроителем. Именно эти слова мог сказать и о себе в том числе великий русский писатель Фёдор Александрович Абрамов. Жизненный путь писателя прост и труден. Армия, ранения, университет, аспирантура, заведование кафедрой и писательская деятельность. Но именно здесь и были трудности. «Меня били, крепко били», — скажет он впоследствии. Но через годы эти произведения причисляли к лучшим. Родился будущий писатель Фёдор Абрамов в деревеньке Веркало Архангельской области 29 февраля 1920 года. Он появился на свет в бедной и большой крестьянской семье, Благополучие далось нелегко. Михаилу, старшему сыну, пришлось устроиться на работу и стать для младших наставником. Фёдор позднее писал о нём как о брате-отце. Но и младшим приходилось непросто. Будущий писатель научился косить уже в шесть лет. В этом же возрасте маленький Федя пошёл в школу. Учился на отлично. В третьем классе даже получил премию — ткань для пошива рубашки и брюк. В 1932 году Фёдор Абрамов, биография которого представлена здесь, окончил начальную школу. Он хотел пойти в семилетку, недавно открывшуюся, но его не взяли. В первую очередь принимали детей из бедных семей. Федя очень любил учиться и страшно был расстроен этим событием. К зиме, к счастью, ситуация прояснилась, и ребёнка приняли в школу. В 1938 году Абрамов окончил школу и был без экзаменов принят в Ленинградский университет на филологическое отделение. Как и многие другие, Фёдор Абрамов, ученик третьего курса, в 1941 году отправляется на фронт, вступив в народное ополчение. Юношу направили в артиллерийско-пулемётный батальон, где он уже в сентябре получил ранение и был отправлен в тыл на лечение. Травма оказалась неопасной, и через несколько месяцев он вернулся в строй. И сразу же попал в бой, пришёл приказ о прорыве. В 1944 году Абрамов становится старшим следователем. В ноябре 1944 Фёдор Абрамов решает возобновить обучение и просит разрешения поступить на заочное отделение Архангельского педагогического института. Также он просит прислать документы из Ленинградского университета о том, что он окончил три курса филфака. Однако ректор не согласился с таким решением и просил демобилизовать Абрамова для продолжения обучения. В 1948 писатель оканчивает филфак и поступает в аспирантуру. До 1960 года Фёдор Абрамов работал в университете, но затем решил посвятить всё своё время писательской карьере. В 1963 году выходит новая повесть писателя «Вокруг да около». Произведения Фёдора Абрамова, несмотря на продолжающиеся нападки, продолжают сохранять свою злободневность и резкость. Такими были романы «Две зимы и три лета», «Пути перепутья» и повести «Пелагея», «Деревянные кони», «Алька». Все эти произведения ждала очень нелёгкая судьба. Их не принимали в печать и запрещала цензура. Из некоторых текстов вырезались целые главы, только в урезанном виде произведения пускали в печать, остальное оказывалось в мусорной корзине редакций. Тем не менее популярность Абрамова у читателей только росла. В 1980 году к Абрамову наконец-то приходит признание правительства и цензуры, он получает орден Ленина. К сожалению, 14 мая 1983 года Абрамов скончался от сердечной недостаточности. 19 мая писатель был похоронен в Веркале, на своей родине, недалеко от дома, который он сам когда-то построил. Самый большой сборник рассказов Фёдора Абрамова, предназначенный для среднего школьного возраста и входящий в список рекомендованной литературы для детей, называется «О чём плачут лошади». Он включает произведения, описывающие сельскую местность, жизни её обитателей, тяготы и невзгоды. «О чём плачут лошади» – прекрасный образец не только произведения Абрамова, но и классической деревенской прозы. Немаловажен и тот факт, что писатель старался быть максимально правдивым. Это делает его рассказы историчными. Подводя итоги, можно сказать, что жизнь Абрамова не была легка. Писателю приходилось постоянно бороться с цензурой, терпеть нападки критиков и давление со стороны партии. Тем не менее, он не желал отступать от правды и до последнего продолжал описывать настоящую жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует...